Хотите знать, какой бы была заставка у сериала «Сумеречные охотники», если бы её делал я? Всем привет, у вас снова я, Антон Илай, это очередное видео на канале. И да, как вы видите, я сегодня опять в чёрном, и это значит, что настало время, чтобы мне предоставить вам обзор на первый сезон «Сумеречных охотников», который закончился буквально-таки совсем недавно, потому что последнюю серию первой сезоны я посмотрел буквально-таки 8 часов назад, и я скажу сразу, что она мне не понравилась. Она была неплохой, она была хорошей, это было 4 с плюсом относительно... Эта серия была лучшая, что они сделали. Вот серьёзно, но... Я сейчас вам просто всё расскажу, потому что у меня здесь 14 страниц моего сочинения по поводу всех плюсов и минусов, 6 из них посвящено Кэдрин Макнамаре. Но мне сказали, что нельзя поливать человека грязью, потому что у него нет актёрского таланта. Даже если это напрямую соответствует его профессии. Поэтому да. «Сумеречные охотники» первый сезон. Обзор от Этенюла. Если вы готовы, то рисуйте свои руны и готовьте свои чашки с чаем, потому что я буду резать, пить, всё равно тебе водить. Эй! Если кто-то до сих пор не знает, то «Сумеречные охотники» — это сериал, созданный по мотивам книг Казандры Клэр «Орудие смерти». И лично, по моему мнению, сериалу нужно было всего три вещи, чтобы стать успешным. Хотя давайте будем частными, просто хорошим. Первая вещь — это такая готическая атмосфера сериала, которая, знаете, присутствовала во всех книгах. То есть были всякие вот эти вот и колонны, и храмы, и всё это остальное. То есть было связано как-то это с религией. То есть это всё было вот именно на то, чтобы атмосфера была тёмная, а не просто неоновая. И знаете, вот этого не хватало очень сильно. То есть даже если вы не следуете книгам, то добавьте вы хотя бы атмосферу этих книг, по которым вы снимаете. Вот прям вот не хватало этих готических соборов и ещё каких-то таких вот, знаете, вещей, которые повествовали о историях «Сумеречных охотников» и их происхождении. Вторая вещь — это добротный сценарий. И давайте будем честными, даже несмотря на все шутечки между персонажами, сценарий писали будто дилетанты, потому что все диалоги настолько идиотские, не считая последних пары серий. И просто создавалось реальное ощущение, что сценарий писали пятилетние дети, потому что каждое действие, каждая какая-то линия или какой-то ещё текст или какой-то разговор у меня просто вызывали автоматическое закатывание глаз. А в некоторых вот реально просто действий Клэри как персонажа у меня просто рука прорастала к лицу, и это был просто отдельнейший фейспалм. Третья вещь, и, наверное, это самая важная вещь, это актёрский состав, который будет радовать не только красивыми личиками, но и актёрским мастерством. Ну или, по крайней мере, каким-то мастерством. Хоть чем-то. Но, знаете, получили то, что получили. И я думаю, можно будет начать это видео с минусов, потому что минусов у меня просто огромное количество, я хочу их обсудить, потом приём плюсом и итогом. Но сначала минусы, потому что минусов будет очень много, и не смотрите на меня. Я буду приводить доводы, я буду стараться приводить доводы, которые будут более-менее адекватные. Кэтрин Макнамара – это главный минус этого сериала, потому что... Честно, мне не хочется этого признавать, но если бы мне бы можно было отдать хоть кусочек своего актёрского мастерства ей, я бы сделал это незадумываясь, потому что ей реально нужно работать над своим актёрским талантом. Умением. Телом. Я сейчас просто стараюсь это как-то назвать, потому что таланта у неё как-то не очень, там, не пахнет таким делом. Кэтрин Клэри получилась какой-то нервозной психо-псевдо-сучкой с глазами щеночка, которая дерётся со всеми, кто пытается ей помочь, и потом она ещё и плачет как-то очень странно и падает в обмороке. А потом такая... И чё? Я Клэри, нужно спасти мою мать. Знаете, даже если взять тот момент из серии про Мали, когда Клэри встретила Рагнера Фелла и вытащила его из картины, такая... Хорошая попытка, Рагнер. Я такой... Клэри, релакс, этот чувак собирается тебе помочь, а ты уже его отхреначила и завалила его на пол, в его же доме. Клэри, стопе, чил, релакс, корни, выпей, сделай что-нибудь, но перестань быть психованный. В итоге Кэтрин сыграет сильного, дерзкого, женского персонажа, это не то, что они прям с треском провалились, но иногда благодаря тому, что сценаристы не сильно курили. Но она играла вполне себе сносно, то есть это было не что-то прям потрясающее, но в некоторых моментах это было действительно очень пошиво, и я даже не знаю, как это описать. Но лучше бы Кэтрин молчала, потому что до того момента, когда она открывает рот, она прям камон. Сценарий каждого эпизода вызывал у меня просто закатывание глаз, потому что даже в Гли не было такого наркоманского бреда, как здесь. А в Гли было всё, включая наркоманский бред всех сценаристов, всех. Они все там курили просто одну траву, на всех. Я понимаю, что книги только пролезли за основу сериала, то есть я знал, что они не будут переносить прям всё из книг, чтобы как-то привлечь и сохранить новую аудиторию и угодить поклонникам, но мать вашу. Но, и это очень большое но, почему мы вам, мать вашу, не написать то, от чего у меня, по крайней мере, лицо не будет кривиться? Потому что каждая сцена вызывала у меня фейспалм настолько сильный, что у меня начинали атрофироваться мышцы лица. Если быть совсем частыми, то из всех 13 серий, в плане построения сценария вот каких-то диалогов, мне понравилось только 4 из 13 серий. И это последние 4 серии, потому что там они решили всё-таки, давайте под конец сделаем что-то более-менее нормальное. Необдуманные, непонятные, нелогичные действия, это было всё первые 10 серий. Любовь — это знак успешности любого сериала, потому что во времена шиппинга людям просто нужна химия между персонажами. И нужно просто кого-то шиперить, это уже как ТНК вошло. И в сериале есть несколько основных любовных линий, и если бы я писал сценарий, я бы никогда настолько сильно не испоганил то, чего ждёт, по крайней мере, половина зрителей. Клейс — это основная пара сериала, прям солнце, пара и планета, прочее дерьмо, но вашу мать, мать вашу. Чтобы так испоганить Клейс, это просто надо постараться. Первый поцелуй Клейс в книгах происходит, насколько я помню, в «Ранжерея», то есть это всё очень красиво, там всё цветёт, вы представляете, это всё так... Это же романтика, прямо вы все потекли, все растекаются, просто любовь вокруг и так далее и то подобное. Даже в фильме эта сцена была очень красивой, это одна из сцен, которая мне запомнила, что даже саундтрек есть, который был в этой сцене. Но здесь... Сейчас просто смотрите. Но нет, сценаристы всё-таки решили выкурить один косяк на всех и сделать первый поцелуй Клейса в пятой серии. Пусть зачем? Мы ещё даже не на середине сезона, они уже начинают подсасываться друг с другом. Окей, ладно, я бы простил этот поцелуй в середине сезона, если бы он был адекватным. Но нет, он был посреди зала с умречными охотниками. Клэри тупо засосала Джейса, потом нам показывают кисту на лицо Алика. Мы все начинаем просто ненавидеть Клэри, а потом она ещё 20 серий подряд бегает и кричит, «Вы же поработай, поработай!» Все отношения сцены Клейса в сериале кажутся какими-то натянутыми, они кажутся какими-то форсированными. Потому что когда Джейс в исполнении Домника Шерварда уже чуть ли не во второй серии клянется Клэри, что он любит её больше жизни и сделать ради неё всё что угодно, я такой... Вот реально же, в сериале Джейс делает всё, что скажет ему Клэри, ну, там первые пару серий клянется ей вечной любви и тому подобное, что сделает ради неё всё что угодно, а потом она не смотрит как щеночек, вот реально, как щеночек просто маленький, потерянный. И ты такой... Ты же сильный мужской персонаж, господи, вернись, пожалуйста. В книгах Клейс это реально очень интересная и очень интригующая история любви, потому что идёт расчёт таки с братом и с сестрой, когда они знают, что они брат и сестра. Первая книга вышла в 2007 году, поэтому у вас было как-то неудивительно, что прочитать её и узнать все подробности первой книги, поэтому это уже не спойлер. И да, мне реально в сериале мне больше нравится наблюдая отношениями брат-сестра Джейс, нежели Клэри, которая засасывает Джейса при каждом удобном моменте, а потом она ему и плачет ещё. Это очень сильно ловко. Знаете, в некоторых сериалах, когда любовный какой-то процесс или любовная линия тянется очень медленно, то когда происходит что-то такое, как первый поцелуй, весь фандом просто орёт. Здесь у меня не было вообще никакой реакции. Да господи, у Сафаэля и их обменивание пиджаками, это было и то интенсивнее, чем Клейс в течение 13 серий. А ведь Сафаэль это даже не канон. Малек. Да, сейчас все охренели, потому что это находится в минусах, но объясни почему. Лично я был недоволен тем, что вот 12 серию назвали Малек, потому что всем и так уже будет понятно, что там произойдёт, что там будет, как, зачем, почему, и что вообще, зачем эта серия была сделана. То есть всем всё будет понятно, и нет никакой интриги, нет никакого ожидания. То есть ты можешь сидеть и смотреть серию, а потом бум, и Малек, ты такой, what? Когда это произошло? То есть именно и интрига, и ожидание, это действительно круто. Но Малек в сериале, это конечно и радость, и одновременно это очень странно. Плюс Малек тоже решил столкнуть друг с другом, как поезда, потому что, я помню, Магнус там начал говорить там что-то об отношениях с Аликом, я такой, какие отношения? Вы не на свидание не ходили? Вы не встречались? О каких отношениях мы вообще сейчас говорим? Не считая 15 секунд в каждом эпизоде, которые нам показывали именно в части Малека, нам решили просто дать их присутствовать друг к другу потом, чтобы там уже, знаете, ну на те, на отвали просто, и несмотря на то, что сцена с Малеком была очень крутая, именно в 12 серии, это все равно, это очень странно выглядит. Я уже говорил, насколько была плохая игра Катерина Макнамары, говорил, поэтому у меня большой, нет, просто огромнейший вопрос, кто-нибудь вообще следит за ней, когда она играет? Хоть кто-нибудь, хотя бы один человек, хоть кто-то иногда заставляет перезаписывать ее какие-то неудавшиеся сцены. У меня был просто дикий фейспалм, когда Клэри в 4 серии металась по кровати, когда у нее был кошмар. Ну боже мой, она же спит, они в пробе купаются. Ладно, если у персонажей кошмары, пометайся ты по всей кровати, ну немножечко, повертись, ну лобик ты похмурь, ну ручки в колочке поджимай, там вот об эту простыню, ну ё-моё. Клэри там вштыривала просто по всей кровати, так будто из нее вылезал Валентин. Вот иногда мне кажется, что вся съемочная команда, режиссеры, сценаристы думают, что мы тупые и это то, что мы хотим видеть. Да, конечно. Сейчас, прям хлеб с маслом. Помните, когда я говорил, что я считаю, что я сыграю Клэри лучше, чем Кэтрин Макнамара? Так вот, я по-прежнему так считаю, потому что, когда ты актер, ты даже слова из песни «Дерестная Бибера» сыграешь и произнесешь так, будто это какой-то очень сильный эмоциональный диалог. Но здесь Кэтрин просто плохо играет, и при этом ее персонажи достаются самые тупые и просто невыразительные реплики, что делает Клэри в сериале просто дико тупой. Маленькие моменты из книги. Вселенная сумеречных охотников это хорошо, просто отлично продуманный мир с разным, просто огромным количеством каких-то деталей, каких-то интересных историй, какими-то еще подробностями. Да мать вашу, там шесть книг, дохренищие дополнения и еще отдельная трилогия есть. Как вот это все можно было вот избежать? И знаете, сколько всего увидел из того, чтобы заинтересовало хотя бы тех, кто читал книги? Один-два миллипизерных просто процента всего тому материала, который был в книгах. Я уже не говорю о том, что институт стал каким-то убогим подобием военной базы для сумеречных охотников или, например, то, что Валентин глядался в Чернобыле, в котором по какой-то причине было электричество и там было когда-то слишком чистенько или радиоактивные зоны. Но можно же было внести хоть какие-то истории из книги. Но там же столько всего интересного, потому что, знаете, вот эти маленькие какие-то шутки, какие-то вещи, какие-то намеки из книги, какие-то пасхалки они могли спасти сериал. Потому что большая и красивая картинка она собирается сначала из маленьких деталей, как в пазле. И вот этого всего этого не было просто. Эффекты и съемка. Я не говорю, что я профессиональный режиссер. Но, знаете, как бы я поступил, если бы я снимал сериал или фильм по книге? Я бы пригласил группу поклонников и я бы спрашивал у них их мнение. Что им понравилось, что им не понравилось, что бы изменить, что бы как-то вот так переделать. Нравятся ли вам аксеры, как они играют, какую сцену бы вы хотели поставить сюда, туда, 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 туда. Потому что в первую очередь сериалы снимаются для зрителей и для поклонников, если они снимаются по книгам. Хотя, о чем мы говорим? Все, естественно, уже на 12 сезон пошло. Такое ощущение, что в сериале режиссеры вообще абсолютно не знали, как снимать и что делать. Потому что сериал для меня превратился в одно сплошное неоновое пятно, на фоне которого бегала морковно-волосая Клэри, а за ней скакала приплюшка челка Джейса. О челке Джейса мы потом поговорим. От сериала не идет абсолютно никакого эстетического удовольствия и нет абсолютно никаких вкусных кадров, если только в нем не появляется Изабель. Глазу просто не за что зацепиться, так же это и касается боевых каких-то сцен, потому что, не считая последней серии, там был какой-то навек на прогресс именно в этом плане, но знаете, все боевые сцены в сериале напоминают утренник в секции по тэквондо у дошкольников. Я считаю, что лучше сделать какие-то два хороших спецэффекта на одну серию, чем просто каждые 20 секунд пихать какой-то слоу-моушен или еще какое-то дерьмовое дополнение в виде какого-то убогого спецэффекта. И тогда все-таки меньше это больше. Валентин. Просто и ясно, мне Валентин не нравится в роли злодея. Он абсолютно никакой. Он, не знаю, может кому-то он понравился, но мне вообще не идет он в качестве злодея. Вот в качестве доброго отца в 10 серии, когда вот альтернативная вселенная была, мне статью очень понравилась эта серия, Валентин вообще никакой фэффекта злодея. Я не вижу никакого психованности в глазах, я не вижу никакого вот этого маничизма, вот этого всего я просто не вижу. И у меня это просто лысый дядька с чашкой. И вот таки наконец-то с основными минусами я закончил, потому что если бы я перечислял абсолютно все минусы, которые у меня есть, на это бы ушло как минимум часа два. Но я думаю, вы не хотите смотреть настолько длинное видео, поэтому давайте перейдем быстренько к плюсам, а потом уже и к итогам этого видео. Плюсы. Изабель. Лайтвуд. И бояс. Сто процентное попадание. Сцены с Изабель всегда меня радовали, потому что хорошая, добротная актерская игра и Эмми Роуд сама по себе не дурна внешностью, давайте будем честными. Ее реплики, шарм, статность, все это просто Изабель, но это даже не то, что прям книжная Изабель, это какая-то новая версия книжной Изабель, то есть она полисексуальная. И вот знаете, это именно мне нравится, потому что в кларе сексуальности в каком-каршке с Фикусом. Кстати, я заметил, что в любом кадре Эмми Роуд стоит очень прямо, то есть если, например, посмотреть на других персонажей и их актеров, то есть они как-то иногда подсутуливаются, например, я очень часто вижу это у Мати Дадарио Алика, но Эмми Роуд в любом кадре она стоит прямо, у нее всегда плечи вот так вот, мне кажется, это либо у нее идеальная оценка, либо это она специально делает для характера Изабель. Алик получился очень колоритным персонажем, потому что в одной серии он сладолик, я не довезу человека, который отправил мне это видео, а в другой серии мы уже все его не любим, не то что презираем, как-то мы мы реагируем на этот персонаж, у нас вызывает этот персонаж какие-то эмоции, это значит, что персонаж отыгрывает, то есть актер справляется с ролью, если мы чувствуем что-то к персонажу, если мы пропитываем все его эмоциями, это значит, что персонаж по крайней мере удался. И вот еще мне очень нравилось наблюдать за отношениями брат-сестра между Аликом и Изабель, потому что между ними не чувствовалось абсолютно никакой неловкости, которая была в Клейссе, в Клейсе была неловкость, и вот эта неловкость вызывала у меня просто каждый раз спазм лицевого нерва, у меня прикашивалось лицо, глаза закатывались так сильно, что они чуть ли не выпадали, потому что реально каждая сцена между ними это какая-то дикая неловкость, ты просто сидишь такой ах, дэээм, за что? В целом семейство Лайтфудов вышло довольно-таки отличным, они мне понравились все, даже несмотря на то, что родители Лайтфудов получились не очень сильно канонами, но они мне тоже как персонажи понравились, поэтому за Лайтфудов просто огромный плюсик. Люк. Я признаю, что мне не нравился Мустафа, когда его взяли на роль Люка, но сейчас это один из тех персонажей, за которым мне, по крайней мере, приятно наблюдать, потому что у него есть нормальная актерская игра, его шутеечки, шутки, про собак от оборотня это такие же шутки, как про петуха и Брэндона Ури. Вот серьезно, просто, просто, я не знаю, просто поставим плюсик канонам с этим персонажем. Саймон. У Альберта из всех актеров, вот получается, в этом сериале, самый маленький, именно послуженный список, именно в плане актерства, но при этом он играет лучше, чем главные герои. Как это произошло, я без понятия, но именно Альберта это самый канонный книжный персонаж, который вообще есть в сериале, потому что он неловкий, он постоянно что-то болтает, и знаете, это очень круто, то есть, это просто придется хоть какое-то настроение книг, но единственное, что меня смущает, это то, что Саймон стал вампиром слишком быстро, даже в фильме он там, его покусали, но он не стал вампиром, это отложили на второй фильм, по-моему, Саймон стал вампиром только во второй книге, в городе Праха, насколько я помню, и это меня слегка как-то подбешивает, потому что Саймон там был человеком первые три серии, а потом он бум, и вампир. Магнус, окей, я признаю, что Гарри Шо-младший молодец, в Гли он мне не то, что не нравился, я его не замечал, потому что его предстали, по-моему, показывать с течением просто сезонов, здесь он мне нравится, я соглашусь, он забил Готфри Као именно вот в плане Магнуса, Магнус очень смешной, дерзкий, и он очень интересный, вот именно в плане каких-то вот этих всех вещей, то есть за ним интересно наблюдать, но вот какие-то вот маленькие такие детали, которые меня волнуют вот именно в плане персонажа Магнуса, это то, что его способности уменьшают почему-то в сериале, потому что черт, он верховый Макбруклина, а тут как бы он что-то, он же по-моему охренеть какой всесильный, а вы что-то как-то э-э-э-э-э, Рафаэль, Лидия и Миларион, этих персонажей я занялся в плюсы, потому что даже несмотря на маленькие появления в сериале, эти персонажи притянули очень приятно за ними наблюдать, это тоже была хорошая актерская игра, Лидия как персонаж мне не то, что не нравилась, она изменилась для меня в 12 серии, я надеюсь, с ней будет все в порядке, я просто жду ее дальнейшего появления в сериале, хотя я знаю, что эта персонажа ввели специально в сериал, в книгах ее не существовало, там была какая-то другая Лидия, по-моему, Эрендейл, что-то там связанное с Эрендейлами, ну, не важно, но я знаю, что Лидию именно вот эту ввели в сериал только для того, чтобы все это ему дадили со свадьбой, и сейчас я это поскольку не понимаю, зачем вообще нужна была эта свадьба, но в любом случае эти персонажи мне понравились. Сериал стал более-менее адекватным с течением серии, то есть после пятой серии это обычно, вот именно, знаете, порог говорят, дам этому сериалу пять серий, если не понравится, не затянет, то брошу. Вот именно где-то в пределах пятой серии, вот именно пятой серии после нее сериал начал более-менее раскручиваться, начали происходить какие-то адекватные события, более-менее поддающиеся логике, но это просто фейс-спам тоже вызывали, но вот именно последние четыре серии они мне очень сильно понравились, я просто надеюсь, что в следующем сезоне они научатся как-то исправлять свои ошибки, и, не знаю, может там Клэри убьют, и потом она воскреснет в теле какой-нибудь хорошей актрисы, не знаю, посмотрим, но я просто надеюсь, что сценаристы, режиссеры учтут ошибки, и просто прислушаются к мнению фанатов, и в следующем сезоне станет гораздо лучше. Саундтрек, вот что-что, а у сериала просто потрясный саундтрек, они используют песни одной буквально-таки исполнительницы, это Рула, по-моему, так произносится ее имя, и все песни в сериале мне нравятся, они эпичные, они такие, знаете, в стиле, такие котика, все дела, то есть, набивают атмосферу, это определенный плюс, потому что я обожаю когда в сериалах хороший саундтрек, потому что большинство своих песен каких-то для заставок или для чего-то еще я беру именно из сериалов. Так, с плюсами мы закончили, и в принципе, если я какие-то моменты не назвал, какие-то персонажи тоже не назвал, это значит, что эти персонажи мне не запомнились, эти моменты мне тоже не запомнились, и не понравились, прям как челка Джейса, и сам Джейс. Ну, а теперь к итогам. Что я могу сказать по поводу первого сезона Сумеречных охотников? Я ожидал гораздо больше, то есть, я не ожидал какого-то досконального переснятия первой книги, но я все же ожидал гораздо большего, потому что по каким-то превью, по каким-то еще вещам мне казалось, что этот сериал будет наполнен атмосферой именно вот Сумеречного мира, каких-то таких вот прикольных вещей, то есть, это будет интересно смотреть, но получилось, что это как-то... Мне понравилось, что книгам дали новую жизнь именно в плане сериала, поменяли какие-то вещи, но я хочу, чтобы второй сезон этого сериала больше соответствовал книгам, потому что там уже нам показали корабль, на котором, скорее всего, будет происходить финальная битва во втором сезоне, но, знаете, буду ли я ждать следующий сезон? Скорее всего, нет. Я буду его смотреть, да, возможно, но, знаете, уже не с каким-то таким ажиотажем, и посмотрим, что будет дальше. Советую ли я вам посмотреть этот сериал? Если вам нечем заняться и просто нужен сериал на задний фон, то этот сериал в Сумеречном Ходике прям ваш выбор. А я даю сериалу 5,5 челок Джейса из 10. И да, на сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то я очень этому рад. Напишите мне внизу, что вам понравилось в сериале, что вам не понравилось в сериале, смотрели ли вы этот сериал, что вам больше нравится в фильм, книга и так далее и тому подобное. Напишите ваш любимый момент, любимые персонажи, деталь, но подобное. Напишите мне все, что вы думаете об этом в сериале. И да, с вами был я, Антон Илай. Главное, помните, всегда оставайтесь все время себе и за чем вам всех в ваших начинаниях. Я вас очень-очень сильно люблю. Увидимся с вами совсем скоро. На этом же самом месте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok